И вот ведь как часто получается, да, дело в том, что я коренной магнитогорец, я живу в Магнитогорске И живу я здесь достаточно давно Просто когда я начал здесь жить, практически, да, я родился в Магнитогорске Вот, я начал жить в Магнитогорске с 78-го года И с того момента все знали о том, что наша водичка самая вкусная и самая качественная И все этим гордились, потому что надо было понять, что в единственном и самом замечательном городе Вода вот такая была Но что же случилось после этого? Я специально приехал сюда Дело в том, что когда я начал здесь жить в 78-м году, здесь все и заканчивалось То есть вот эти китайские стенки, они тогда еще только выстраивались, представляете, да? Вот, и дальше-то ничего не было То есть город Магнитогорск ограничился двумя районами Ленинским и Правобережным Ну там была часть Орджоникирского района, которая была только на левом берегу Но сегодня и сейчас город Магнитогорск реально увеличился Потому что та часть Орджоникирского района, которая находится за моей спиной А за моей спиной улица Завинягина Она выросла, представляете, да? Так вот, и теперь мы не говорим о том, что мы бы хотели пить воду Воду из-под крана Потому что, ну понятно, да? Горд реально вырос Мягко говоря, в то время, когда я пил воду из-под крана Она была просто шикарная вода Потому что, ну, и водопровод был новенький, да? И все остальное тоже было новенькое Сейчас все по-другому Но сегодня сейчас вы можете пить нормальную воду Что это за вода и где она располагается? Сейчас объясню Это сверхчистая артезианская вода Фирмы Лотос И она вам предлагается вот в таких вот емкостях Мы сейчас покажем Сюда приедет автомобиль Который продемонстрирует, как вот эта штука заправляется Но кроме всего Мы вам покажем, как это дело используется Потому что, и у меня такая штука тоже есть Ставишь вот такой крючек Вот сюда И наливаешь себе водичку И почему я возвращаюсь в прошлое? Да потому что я помню тот факт, что из разряда городов и сел В то время именно водой Магнитогорский выделялся Вода была повсюду Можно было ее просто попить И удовольствие стоило бесплатно Газированная вода стоила копейку Вода с сиропом 3 копейки И время-то было хорошее Ну а то, что сейчас вам предлагает фирма Лотос В корне меняет ситуацию Просто понять-то надо В городе привозной воды много Но вот вам результат Один колодец сможет накормить только один город В смысле для питья И вот вам надо понять, сколько кривой воды на полках Я думаю, что много А вот то, что находится в окрестностях Магнитогорска Дает вам возможность купить воду в вашу емкость И, кстати, емкости — это часть оплаты Вы часто платите только за емкость, которую потом выкидываете А смысл? Вот в этих канистрах вода не из водопровода И мы специально попросили вам показать, как она сюда доставляется Специальный новый МАС вам приводит исключительно чистую воду И как она заправляется? Здесь нету присутствия рук человека Все обеззараживается и, уж поверьте, вот это качество А затем наполняется Такие аппараты сейчас размещаются по всему городу И понять-то надо Здесь настоящая вода, дарующая жизнь Из подземного источника Но вот возникает вопрос А как ее купить? Можно просто на денежки А можно приобрести ключ И как оно? И вот понятно, да? Лотос — это настоящая чистая артезианская вода Но как взять и куда поставить бутылку? И как расплатиться вот этим замечательным ключом? Давайте все продемонстрируем Ничего нет Специальный разъем банка вставляется Ключ прислоняется Надпись есть Надо следить за табло Все достаточно уже А если нам надо было бы понять Сколько нам литров туда добавить? Вот у меня там 53 литра Как можно добавить? Здравствуйте! Я подскажу вам, как набрать воды Пятилитровую бутыль по 200 за основание ручки Бутыль большей емкости установите на нижнюю подставку Опустите деньги в соответствующий приемник Сумму равную количеству литров Если вы обладатель ключа Прислоните чип-ключ К кнопке, расположенной на передней панели автомата На дисплее отобразится номер ключа И доступный остаток воды на вашем счете Нажмите кнопку вода В экстренном случае Для остановки воды Нажмите кнопку стоп Пейте и готовьте на здоровье Так, подождем О, вот это правило, да? А еще надо остановить, да, Вить? 5 литров наливается сразу То бишь Она рассчитана под 5-литровую банку Ну понятно, да? 5 литров этого достаточно, да, Вить? Если 20-ти литровую, то 4 раза 20 литров сколько? 4 раза нажать А, супер, да? Ну, пойдем понемножечку, да? Если полтора литровую Астана Кнопку стоп нажимать Супер! Так вот, я бы, чтобы вам показал, да? Вот для меня лично Такая бутылка должна выпиваться в течение суток Двоих суток, простите Потому что, чтобы ваше лицо Достаточно образом сияло Каждый день необходимо выпивать по 3 литра Нормальной, чистой, артезианской воды А лучше, если это будет вода От фирмы Лотос Ну и чтоб вы поняли Мы поехали на источник Я понимаю, что он не в городе Но пришлось вам показать То место, где все разливается И уж поверьте Все, что приносит комбинат До сюда не долетает И это преддверие гор И горы дают нам Артезианскую воду Конечно, можно и сюда доехать Но вот вам результат И вы бензина спалите больше И опять же, вы сюда не сможете ехать каждый день Но каждый день отсюда в город И не по одному разу ездит этот масс Для того, чтобы дать вам возможность Из танкеров за копейки Купить себе супер воду И вот вам понять-то надо Где в городе стоят эти Животворительные источники Пока в большинстве своем В Орджоникидзевском районе Но скоро это будет И прямо рядом с вами Я, конечно, понимаю Что вы своей машиной Можете весь город напоить Но я так понимаю, что И не только Потому что скоро вы купите Еще одну машину В итоге Каковы ваши производственные мощности? Ну, наши производственные мощности Это порядка 400 кубов в сутки В час мы можем выдавать Ну, 10-20 кубов То есть масс мы заправляем За час-полтора максимум Вот давайте поговорим о том Что если, допустим, человек выпивает В день 3 литра воды Этого достаточно? Ну и если учесть, что у нас в городе 450 тысяч человек То посчитайте Ну, на всех не хватит Но большую часть населения Мы способны обеспечить Хорошей питьевой водой А скоро у вас будет еще одна? Да, мы рассчитываем Расширяться Увеличивать добычу воды И будем Приобретать еще одну машину Для перевозки Так вот, Магнитогорск Который расположен в предгоре Город-то, в принципе, хорошенький Единственное, что у нас не хватает Не хватает нам зелени Но тут ничего не получается Это такой город И он располагается рядом с горой магнитной Если бы этого не случилось Вы понимаете, да? Мы бы наверняка Вторую мировую войну И не выиграли Вот Когда-то мы говорили о том Что в нашем городе Самая качественная И самая лучшая вода Так оно и было Но сегодня Сейчас такое же не получается Потому что и трубы уже Израсходованы Вот И они старые стали И пить бы вам Необходимо было бы нормальную воду Но где эта вода? А вода как раз за моей спиной Это преддверие Уральских гор И самая качественная И самая классная вода Стекает с гор Потому что Все, что за моей спиной По весне Наполняется Тем животворящим соком Который дает нам Господь Это вода И эта вода Потом потихонечку Наполняет те емкости Из которых вы эту воду и пьете И именно здесь располагается Родник Из которого Вы берете воду А эта вода Вам предлагается В фирменных магазинах В фирменных точках Лотос Настоящая чистая Артезианская вода